Переведи ему, что этот, я не могу себе позволить давить такого маленького человека сверху, поэтому буду работать снизу. Итак, всем привет, мы в Академии Цицера Косты вместе с профессором Цицера Коста. И сегодня мы снимаем мой второй выпуск FixMyGill. Я знаю, что Цицера очень круто проходит гард. Я хочу сегодня поработать из разных гардов против него, чтобы он дал мне пизделей, а он мне даст пизделей, это знаю, мы это уже проходили. Ты, соответственно, дальше разобрал мои ошибки. Сейчас дадим слово самому мастеру. Андрей, спроси у него, что он может вообще рассказать об этом месте, вступительное слово про эту Академию. Мастер, он опять же говорил, что он говорил несколько слов о этом месте. Этот地方 нам работал очень трудно, чтобы получить много athletes, чтобы получить много успехов. Этот места я очень большой, это очень большой, но я у contаливаю свой срочек. И это место, что мы работали просто очень трудно, чтобы быть до сегодняшнего дня. И каждое время, когда мы переходим все разные, чтобы работать с нашей стороны, узнать на нашу работу. Буркенбойский сейф традиционно использует хороших атлетов и хороших людей Такой немножко провокационный вопрос Что по его мнению хороший черный пояс? Вот что это такое? Он спрашивает Что вы думаете Что это хороший фашапретто? Ах, чтобы быть хороший фашапретто нужно быть не только как атлет, но и как человек чтобы научиться, чтобы научиться, чтобы научиться, respeитать друг друга Сейфащапрета, я думаю, что нужно быть 100% за собой и следующие люди, или даже те люди, которые не практикуют артисты. Сисаро говорит, что для того, чтобы быть хорошим черным поясом, нужно быть не только хорошим спортсменом, но нужно уметь преподавать, нужно также уметь учиться, нужно уважать других людей и не только спортсменов, и людей, которые не практикуют боевые искусства. То есть надо на 100% уважать себя и на 100% уважать других людей. По его мнению, это настоящий черный пояс. Ну все, давайте начинать. Сейчас мы начнем работать в формате, я буду пулить гахт, а Сисаро будет меня проходить. Вот я не буду пытаться пойти, я четко знаю, что будет, будет меня проходить. Итак, начнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 стороны ну именно этого гарда который ты применяешь и именно твоей игры и себя старается как бы на шаг вперед чтобы ну не дать тебе там инициировать он пытается предотвратить твою игру называется навязывать все время свою игру сверху и я тебя меня гварда боку финализации с у тенга креста гора распаде junto кума финализации это фазы на теплое чем тебе может последовать и просто надо соединить сразу тонн и твою ну то есть slip и и болевой то есть атаковать как бы сразу в эти две вещи и болевой на ногу и переворачивать а будет тяжелее с тобой бороться но это очень хорошо, он говорит что он считает что ты очень хорошо работаешь из халгарда хотя несмотря на то что ты толстый большой и ты неплохо двигаешься в этой позиции и ты можешь не практикать практика практика и если ты чемпион мунджиал и бралифи где нужно только практиковать, практиковать и развиваться дальше и в один день станешь чемпионом мира и бразилии все зависит от тебя ну тут что собственно от себя хочется добавить мне часто люди пишут типа вот какой-то секретная техника какой-нибудь секретный дрилл вот что-нибудь такое вот отработать чтобы все сразу получилось на самом деле ничего этого нет и И вот приезжая сюда, я вижу, что только упорный труд, упорный, настойчивый труд, постоянный. Только он тебя может привести к результату. Труд на тренировках, выступления на соревнованиях. И, собственно, никаких секретов нет. Сейчас, смотри, я предложу ему поработать специфики в нескольких разах позиции. То есть сейчас, допустим, сделаем специфики только на открытый гард. То есть я буду начинать сразу с открытого гарда. То же самое буду его пытаться завязать, срепануть, а он будет меня проходить. То есть работаем именно в старт, в открытом гарде, и именно в нем поработаем. Потом еще несколько других гардов попробуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, короче, вот 200 килограмм русских опять людей получили. Тут, что стоит сказать, планировали работать с открытого гарда. Проблема в том, что я вот, мы стартуем, цицер начинает двигаться, я понимаю, что я не могу взять открытый гард, потому что там постоянно где-то маячит его рука. Да, я понимаю, что я сейчас начну закидывать ноги наверх, сразу же начнет двигаться, и в этот момент у меня будет гораздо меньше контроля, чем у него, и я поэтому прыгаю в свое любимое, вот это вот, в секс с ногой, да, вот это хватать ногу двумя ногами и начать там держаться. И опять же, цицер очень крут в захватах, он постоянно, реально постоянно переигрывает. То есть ты хочешь что-то заправить, там тебя уже поджали, ты не успеваешь, не успеваешь, не успеваешь. Но это преимущество накапливается, и тебя в конце концов раскатывают. Отдельно стоит помянуть кроссфейс. Да, вот, у меня разные люди давили кроссфейс, но вот единицами давили так, что я думал, что у меня сейчас голова оторвется, и куда-нибудь укатится здесь какой-нибудь уголочек. Так. Пойди мне, что мы могли сделать лучше, я объясни, потому что ты сказал, по халгак, почему я в него не упал. Место, я помню, что он не успевает сделать в другую сторону, как он успевает. Нет, не отомин响. Это, конечно, он не успевает работать, И он говорил о своем кроссфете, который очень сильный. А, я не знаю, Беню. Но он по-прочему показатель, его? Да, я тоже. Он спрашивает, если он может сделать лучше. Он? Он всегда успеет. Я пытаюсь понять, что он делает. Поэтому он стал дальше. Поэтому я пытаюсь avanzать более быстро. Он говорит, что твоя единственная проблема, ты пытаешься понять, что хочет делать твой соперник. Разглядеть, да? И поэтому, пока ты разглядываешь, он уже делает шаг вперед. Поэтому... Когда он пытается положить его, я пытаюсь сделать лучше, чем он. Так что я всегда вперед. То есть, ты только разгадал его, уже только начинаешь входить в эту позицию, которую человек тебе навязал. А, ну, он когда понимает, он уже меняет ее сразу. Он когда видит, что ты, например, бедра повернул в какую-то атаку, он просто уже ее не будет продолжать тупо. Он сразу меняет. Он просто сразу меняет игру и все. Он говорит, что он тебе никогда не будет давать войти в твою удобную позицию. Потому что, если ты в нее вошел, все ты его перевернул. Нет шансов у него. Поэтому, должен тебя обыграть. Он говорит, да. Он говорит, да. То есть, ты должен уже в голове своей должно быть все. То есть, от того, как ты ему плечо на лицо поставил, до того, как ты уже там забрал спину. Ну, то есть, все шаги там. Колено-живот. Маунт. Я не знаю там. Еще что. То есть, у тебя в голове уже все должно быть там. Идти вперед. Он говорит, только повторяй то, что ты делаешь. Делайте связки. То есть, каждый день участвуй в соревнованиях. Тренироваться каждый день и свои связки нарабатывать. Прямо нарабатывать их, нарабатывать, нарабатывать и нарабатывать. А, ты только так тьфа assimunde. Он говорит, отлично не бывает. Только в том, что ты постоянно повторяешь, у тебя лучше получается. Да, что ты недавно прог wrath, ты хорошо ус complication. Твой самый став, это абсолютно неплохо. Он говорит, так же не нужно приїти каждый день, пути свои любимые характеры дела. Он говорит, не есть секрет для работы из нул BRANDONhu. Он говорит, и он говорит, Alexa, яizza так. Быть крутым, но хорошим. Это каждый день сильно тренироваться, жестко. Фокусироваться на хорошей позиции и постоянно тренировать. Халгар современный джоу-джитсов. Это хорошая позиция, он же ездит на соревнованиях, видит схватки. Халгар, это сейчас можно играть? Мега-гарда boa, boa, boa. Там Джоу, который делает мега-гарда очень хорошая. У нас есть 2-3 студентов, которые делают мега-гарда profunda, очень хорошая. Но многие любят делать мега-гарда, а Су, любят делать мега-гарда. Таким образом, у нас есть 2-3 студентов, которые очень хорошо борются с халгарда. Ну, типа халгарда. Поэтому, конечно, не всем это нравится. Кто-то предпочитает другие позиции, то, что модно на ютубе. Он говорит, что, ну, типа, всегда есть люди, которые делают хорошо кит на своей позиции и не выигрывают. Ты можешь это сам посмотреть и веришь. Все работает. Он говорит, что здесь нет какой-то специфического гварда, который мы у всех учим. Какие-то позиции прям специфические. Каждый выбирает то, что ему больше нравится и это практикует. И потому что и все разные, поэтому здесь в зале, говорит, у всех своих техники, свои позиции. И для того, чтобы быть чем-то хорошим, надо просто это делать просто постоянно. Короче, вы поняли. Секретов нет, да. Либо он не колется. Либо он еще не колется. Сейчас, чтобы не делать этот выпуск, наверное, слишком длинным, да, и не задерживать цисера, потому что ему надо по делам идти. Ребята хотят подредить. Я хочу попросить одну вещь. Когда я вижу, как борется цисера, я вижу, что он всегда переигрывает людей на захватах. То есть он всегда определяет то, что хочет человек сделать. Он берет всегда те захваты, которые нивелируют преимущества, да, и он супер плотный. То есть я вижу, как он борется с топовыми ребятами в этом зале, да, с чемпионами крутых турниров. Я вижу, как он проходит там гарт. И проходы от цисера – это всегда очень хороший контроль, это всегда очень хорошая плотность. И я бы хотел, чтобы он немного рассказал о том, вот как он так круто проходит гарт. Так, Миша, он облачивает свои бегады. Он любит как вы нивы, как вы его ослабляете, как вы наблюдаете, как вы рассказываете, как вы договорились. И еще один секрет, который говорит о том, что вы знаете, как вы понимаете, как вы ослабляете гарт. Когда вы передали лута, то есть ты тоже знаешь о том, что вы смотрите вас дальше. И ты просто понимаешь, что вы поймете, как вы поймете на лута, или с той стороны. Или вы уже пытаетесь идти на мея, или вы пытаетесь идти на торе. То есть уже нужно знать, что он уже хочет, чтобы начать лута. То есть, первое что да, что… Первая, что у тебя должно быть план, у тебя не должно быть поводов, беспланы. Я вот так, когда ты идти на мея,ico я буду делать это, под этим. Если он пропустил мея, то я должен делать это, это и это. Потом ты должен быть со своими клаванами. будет не то время, как он с ним. Так что ты должен быть более-менос подготовленным для меня. Пусть поляна разочавшаяся, и пружина разочавшаяся. Он говорит, что ты уже сразу должен, в твоей голове должен быть минимум три реакции. То есть, если он будет халгард прыгать, то ты уже должен одни способом отреагировать, если он будет открытый гард, другим, если ластся, то третьим. Но у тебя эти ответы уже должны быть. То есть, ты не должен, там человек сделал халгард, ты такой, так, сейчас я там что-то там, а что бы мне делать, да, то есть нет, то есть человек там упал, запрыгнул в гард, у тебя уже должна быть реакция, готовый ответ на его действия. Давай сейчас его попросим, чтобы он с вами подвигался, то есть это будет не схватка в полную силу, а мы двигаемся, да, он меня проходит, и он комментирует свои действия, вот что он делает и почему, а ты это переводишь, то есть микрофон у тебя в руках, мы двигаемся спокойно, и он делает, и вот говорит об этом. Вот Миша прыгает в гард, он говорит, если ты хочешь, он говорит, ты должен теперь его развернуть в ту позицию, в которую ты хочешь, да, его проходить, если он хочет проходить вперед, то есть обнимая голову, он будет делать вот это движение. Он говорит, если он будет проходить в эту сторону, он тебя должен вначале развернуть, а не начать проходить, да, и для этого ему нужно вот эти захваты, чтобы тебя крутить в стороны. Да, он говорит, если я люблю проходить сдалека, я буду брать захваты здесь, на штанах, что идет. Если я... Он говорит, в сторону прохожу, видишь, тоже меняю захваты, то есть он всегда должен тебя брать, контролировать, прижимать, так, как он хочет. Вот здесь, говорит, его вес сейчас находится на Мишиной ноге, вес плеча его находится на... как это... квадрил... на бедрах. И, говорит, и здесь вот он тоже тебя держит. И давит. И здесь он контролирует. То есть всеми точками он давит на Мишу. Он где нужно тебя обнимет, где нужно жопу свою развернет, чтобы обойти. Он говорит, если кто-то меня берет лаз и говорит, я люблю вот перекрестный захват забирать здесь, чтобы сделать место, вот, сорвать захват с этой руки. И здесь уже он будет проходить какими-то своими способами. Говорит, можно в эту сторону пойти, если хочет. Он говорит, всегда вот тоже... Ксисор любит контролировать вот ноги такими способами. Каждым, каждым своим крючком, да, каждой частью тела он тебя контролирует. И ноги, и бедра, и все, вот, видишь? То есть разворачивает корпус против твоего, скажем так, корпуса, да? Движения, направления силы. Он говорит, мастер, чтобы вы монстрировали все моменты, когда вы смеете. Пас. Это я контролирую. Он говорит, я люблю контролировать вот так. Я контролирую его голову, когда он идет там embaixo. Вот. А потом вы делаете движение, видно? Да, он говорит, ему тоже нужно место для того, чтобы двигаться. Здесь. Здесь он давит на твою голову, если он будет так проходить. Поэтому ему всегда нужно искриваться с этой стороны. И здесь он закрывает обычно корпус противника, его халгард, убивает своим коленом. Чтобы ты не мог там сильно двигаться. А здесь он любит вот надавить на голову. То есть весь вес поставить в плечо, да? И вот в этот момент он вытаскивает колено. Он говорит, что ему нужно, да, он освобождает место. Вот он. Здесь он должен найти место для того, чтобы забрать из грима. Когда забрать из грима, он вытаскивает колено и закрывает, как бы, коленом таз соперника. И открывает вторую ногу, поднимает ее. И вот движение веса идет вот в эту сторону. И работает вот свободной ногой. Он говорит, что можно открыть вот таким способом себе здесь место. И, говорит, будет бы достаточной гистанции, места, чтобы открыть ногу. О! Он говорит, но он когда тянет сюда, он ждет, когда ты разворачиваешь свои бедра. И в этот момент он вытаскивает ножку. Он давит сюда, ты начинаешь двигаться, он вытаскивает. Если не может, он возвращается обратно. Будет из грима. Чтобы потом перекрыть голову твою. Закрыть и надавить. Да, вот он сейчас показал, вот это, как бы, такая некая схема прохода, да, халгарда нашего с тобой, общая. Он говорит, зависит, откуда вы двигаетесь. Я поделюсь своими ощущениями. На самом деле, когда борешься с цицерой, замечаешь две вещи. Во-первых, тебя постоянно откуда-то давят. Ну, то есть, у нас достаточно большая разница в возрасте и весе. Я пытаюсь андерхук заправить, он мне перекрывает андерхук. И я вот, у меня плечо отсыхает, начинает где-то на середине пути. Потому что он акцентированно в него давит. То же самое с корпусом. То есть, он сейчас показал. Я в борьбе этого не замечал, что он меня постоянно со стороны на сторону перекладывает. Это бывает абсолютно незаметно. Это вот колено на пол в сочетании с кроссфейсом делает ваш корпус перекошенным. И башку отрывает просто наглухо. И вот эти вот маленькие детали, вот эти маленькие передвижения, выборы, решения правильные. Это, на самом деле, ну, это очень круто. Оно выглядит, на самом деле, типа, ну, что здесь непонятного? А, ну, как-то вот до черного пояса дожил, вот, я знаю, что я ничего не знаю, допустим. Вот, но, как бы, это... Нужен определенный уровень развития, чтобы это признать. Потому что, когда я был белым и синим поясом, я считал, что, ну, хули там знать-то. Я сейчас все быстро разберусь, все там понятно и так далее. Собственно, Андрея попросил. Цисера напоследок, он уже видел много историй людей. Он во многих историях жизни людей участвовал, да, помогал людям взлететь. Какую-нибудь, вот, поучительную историю, вот, из его, вот, карьеры к учителю. Каждый, кто приходит в этот зал, у него есть мечта стать лучшим в этом мире. И большинство спортсменов, да, большинство ребят сюда приезжают. У них нет никаких возможностей даже на то, чтобы проживать здесь, в Сан-Пауле, оплачивать жилье. Он говорит, что они сюда приезжают, многие ребята, у них только одна сумка в руках, вот, и мечта стать лучшим. Но многие не доходят до конца, потому что они сдаются, потеряют веру и возвращаются, как бы, вот, обратно, туда, откуда они приехали. Те, которые готовы принять, как это, резистить, быть, быть, ну, быть способными, вот, принять на себя, как подвиг вот эту тяжелую жизнь, да, то есть день от дня тяжело тренироваться, ну, какие-то лишения, там, финансовые претерпевать, там, холод, голод, пот, тяжелые тренировки, те всегда добываются результата. Если они даже не становятся чемпионами мира, то это ребята, которые путешествуют по миру, участвуют в соревнованиях, то есть они свое место находят и, ну, как бы, они получают свою долю успеха, зарабатывают каждый, кто трудится. Ну, проще говоря, так. И из этих 50, вот, из тех двух, что остается и достигает успеха, говорит, не факт, что один из этих 50 станет, вот, из этих двух, кто остались, даже не факт, что один из них будет чемпионом мира или чемпионом какого-то большого чемпионата. Он говорит, ну, действительно, там, найти человека, который, то есть, обладает такими кондициями, чтобы быть действительным каким-то великим чемпионом, это очень резко. Он говорит, ну, мы, как бы, здесь, вот, мы помогаем людям, не ожидая ничего, взамен. Он работает для того, чтобы, не только для того, чтобы стать чемпионом, для того, чтобы стать сильным, для того, чтобы стать знаменитым или успешным, не только для этого. Он говорит, что одно время больше 70 человек жил в этом зале. Он говорит, что сейчас здесь, говорит, никто не живет, было время, когда 70 человек здесь жил. Сейчас, говорит, никто в зале, вот, именно в этом зале не остается, потому что, говорит, негде, там, нет, там, хорошего душа, нет, там, условий, там, не знаю, туалета, еще что-то. Он говорит, что, не комфортно. Он говорит, что никто здесь надолго, ну, не задерживается вот в этих условиях. Это последний вопрос, он лично от меня. Вот, за каждым именем человека стоит какая-то вот его история, да, и вот мы вот с Церракоса знаем, что это человек, который воспитал очень многих чемпионов, это человек, который дал дорогу в жизнь многим людям, да, и вот у меня вот мой личный вопрос у него. А как вот он понял, что он хочет стать тем, кем он стал, вот именно вот с Церракоса, человеком, который делает огромный социальный проект в Бразилии? Ну, 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 кем, там, для, в наших.* Потому что это свой путь. Ты из Нордести? Я из Нордести. Там товарищ пригласил и заплатил за Академию, что он пошел тренироваться. Я пришел работать в Амбуланты в Сан-Пауле. Амбуланты? Амбуланты. Да. А он работал и продавал на улице разные вещи. Ну, как уличные торговцы. И появилась возможность тренироваться в Jiu-Jitsu, ему товарищ пригласил. И человек заплатил за него 3 месяца вперед. А он говорит, что через 3 месяца он уже там всех стал выигрывать. И когда его хозяин увидел, какой он куртой, после этих 3 месяцев, он пригласил тренироваться бесплатно. И для того, чтобы заплатить за вот эту помощь, которую ему оказали, отблагодарить. Он стал как бы тренировать других людей тоже бесплатно. Это было в субботу и воскресенье, вот в этом самом месте. Он стал приглашать людей тренироваться бесплатно в Jiu-Jitsu. Игорь, до сегодня ничего не изменил. Игорь, ты до сих пор ничего не изменил. Он сказал, что вот так вот оно стало расти, стали приезжать людей из других городов, из других штатов, для того, чтобы тренироваться, чтобы получить вот эту возможность тренироваться бесплатно и жить в Jiu-Jitsu. И тогда он им разрешил здесь жить там. Да, сегодня нет. Есть много людей, которые хотят жить в Академии, но я не могу жить в Академии, потому что они не помогают в многое. Они не хотят чистить, не хотят делать ничего. Они хотят просто сушить и давать работу. Я не знаю. Игорь, я же не знаю. Он говорит, что сейчас достаточно много ребят приходит и говорит, о, слушай, я буду здесь жить, тренироваться, но я уже не пускаю всех подряд, потому что, как бы сказать, ну, чисто в бытовом плане люди безответственные, то есть, ну, как бы, живут, там пользуются, но не моют за собой, то есть, ну, как бы, он не может для других оставлять все в таком состоянии, да, то есть, поэтому безответственных людей он сейчас не пускает. Открытые двери для всех, да, много званых, но мало избранных. Многие. Он говорит, ну, типа, я прихожу сюда, здесь беспорядок от ребят, которые живут, и он говорит, ребят, ну, надо как-то прибрать зал, притренировку, он говорит, да, нет, нет, ты что, я вчера уже поубирал. Он говорит, ну, ты здесь живешь каждый день, спишь здесь каждый день, готовишь, есть каждый день, они говорят, да, нет, 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 все нормально, я вчера убирал, типа, и вот так. Он говорит, самая дешевая часть, когда ты хочешь людям помогать, но они вообще не хотят делать ничего, ни для себя, ни для других замен. Он говорит, я только просил, как бы, вот, мое условие для того, чтобы жить, это только убирать за самими собой, больше ничего, просто убирать за самими собой. Это плата, это плата за жизнь в этом зале и тренировки. Он говорит, ну, он сейчас ко всему спокойно относится, чтобы это прошло. Он говорит, помогать людям это хорошо, я люблю помогать людям, и он любит, когда они растут. Он говорит, что я не люблю, это когда люди вырастают, идут вперед, но потом никому не хотят помогать, и своих младших, слабых братьев. Он говорит, я не прошу вернуть что-то мне. Он говорит, я прошу, чтобы они вернули то, что получили здесь, для следующих поколений, которые приходят после них. Он говорит, только это. Он говорит, я благодарен всем нам, кто сюда приходит тренироваться, он всегда рад новым гостям, новым друзьям. Он говорит, знает, что в городе есть знаменитые академии, большие, красивые, со всеми удобствами. Он говорит, несмотря на это, в нашем маленьком, скромном, убогом зале всегда полно гостей. И многие люди приезжают в Сан-Паулон для того, чтобы найти красивую, большую академию, а только наш скромный и такой простой зал. В белых поясах люди, во-первых, не сильно быстро реагируют, а во-вторых, сильно ссут. Что такое гард-пул? Гард-пул это падение на жопу, да, когда вы в стойке падаете на жопу, у вас появляется гард. Ножка впереди, спинка прямая, взгляд прямо, руки всегда впереди. Мои руки, они работают прямо, в принципе, как в ударке, да. Поэтому моя задача своими руками достаточно быстро дотянуться до его кимоно и уже осуществить свой злодейский план падения на жопу, да. Чем дальше мы таз от него, тем лучше. И я прям падаю на бок. Я собираюсь пробить ему второе яйцо. Видите, как хорошо уже. Мы сближаемся. Вот. Сейчас очень важно, чтобы вы работали мягко с партнерами, иначе у нас вылетают колени здесь у людей, да. Смотрите, вот мы здесь, ножка сзади. Я. Пум. У вас может быть такая же судьба палит в жопе для поправления копчика, поэтому... Достаточно мотивации, чтобы вы на бедро падали, а не на жопу, да. Я взялся, в следующую секунду я проваливаюсь. Пум. И я ложусь на спину колени к себе. Смотрите, я специально прогреваю каждый этап упражнения для того, чтобы вы его, блядь, сделали. Не смешали его в кашу, да, там, не превратили его в говно. Вам никто, блядь, не сказал упираться ногами в тазгу. Колени к себе, стопы широко, стопы у нас море в потолок. Все на другу ноги в яйца толкают. Ну, блядь, в клуб фут-фетиша? Вы ещё подрочите друг другу стопками. Должны верить в своё движение, потому что если вы как бы... Вы сами не верите в то, что вы делаете, ваш соперник тоже не поверит, у вас как бы на выходе херня получится полнейшая. Как только я подхожу к нему, он дотягивается до любой части моего кимоно, падает на жопу. Всё. В скоростном гарт-пулинге выигрывает тот, кто ниже стоит. Я, если что, есть история, где я жопу расколол сортир, там, целый ряд событий был после этого. Теперь жопу я расколол ноготь человеку. Я так что опасный человек. Вот эта вот жопа, это вообще вам не хухы-мухы. Прыгнул, он отходит, вот, я встал, прыгнул снова. Ещё раз. Всё то же самое. Это упражнение с фиксацией ошибок. Поехали. Встреча с ф Experience